А эта встреча проходила совсем в другой обстановке. И погода была отличной, и страстей почти не было. Черноморец уступил инициативу, думая только об обороне. Хозяева поля имели несколько возможностей для взятия ворот, но успеха добились лишь один раз. На 15-й минуте Вио обыграл защитников черноморца и вратаря Гришко. А вот единственная возможность для взятия ворот черноморца. За 90 минут детскому добиться успеха. Наиболее активными у Монако были Саторджи Вио и португальский полузащитник Баару. Что из себя представляет Монако по итогам двух встреч черноморцам, трудно сказать. Мне кажется, что свою настоящую силу Монако может показать во встречах с более сильным соперником. А более сильным соперником, я думаю, у Монако будет теперь Торпеда. Торпедовцы играют в 1-й восьмой финалу турнира на Кубок Раефа 28 ноября и 12 декабря. Первый матч Торпедовцы планируют провести в Симферополе.